слышно коллеги здравствуйте хорошо ли слышно пожалуйста в комментариях дайте знать так ну коллеги говорят что слышно все супер давайте представлюсь но со многими общались уже в основном по телеграмму телефон и прочее меня зовут роман я руковожу группой которая занимается промо размещениями в еда сап это все баннеры слайдеры социальная реклама и прочее работаю в команде стаса калашникова и сегодня мы с моей коллегой гулией из юридического департамента расскажем вам про соответственно на маркировку рекламы в нашем в нашем приложении в соцсетях ответим на те вопросы кстати большое спасибо что задали очень много таких полезных и немножко камерных вопросов на них мы тоже в конце ответим вот пожалуйста когда вопросы будут появляться вы сразу пишите их в чатик а потом как дойдем до этого этапа мы с вами их все обязательно посмотрим да запись тоже будет коллеги включают по процессу соответственно я буду рассказывать общую информацию если будут какие-то моменты к нам гулия наш юрист будет подключаться и давать свои комментарии чтобы более понятно было по нужным моментам ну что же поехали значит почему мы сегодня здесь с вами собрались потому что с 1 сентября этого года как вы уже знаете ввели очень высокий штраф за отсутствие маркировки рекламы государство сейчас ужесточает контроль за этим достаточно большим таким сегментом в котором мы все с вами находимся это однозначно затрагивает нас потому что мы много пишем в соцсетях аидс своих мероприятиях и прочим 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 поэтому здесь мы все с вами значит а чуть-чуть расскажу о том как мы в гидрес уже с этим работаем мы начали маркировать внешнюю рекламу то есть то что нам соответственно внешние компании размещают еще с 22 года с осени когда только-только появились эти поэтому у нас сейчас уже такой достаточно большой опыт работы с орд в том числе вот но сейчас так как такая ситуация то мы еще начали маркировать наши социальные сети но обо всем по порядку расскажу так начнем с самого такого верхнего уровня собственно что такое реклама согласно федеральному закону это та информация которая распространяется любыми способами но для нас в определении есть два самых важных момента вокруг которых здесь все крутится первый момент это то что реклама адресована неопределенному кругу лиц и второй момент это то что реклама направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования то есть должен быть какой-то объект рекламирования о котором соответственно в нашей рекламе говорится и в любой абсолютно при этом как бы всю информацию которая есть очевидно что не все является рекламой потому что есть еще такая вещь как информирование то есть вся остальная информация которая размещается в социальных сетях на сайтах в приложении в чем разница разница собственно определяется вот этим вторым параметром который определяет что такое реклама то есть если это информирование то это просто какая-то информация которую вы пишете в рамках вашей основной деятельности либо размещаете ну например у вас канал про ds вы рассказываете о продукте рассказывать о нововведениях рассказывать о других каких-либо вещах и в основном это будет информирование но если вы например что-то среди вашего информирования очень ярко выделяете например ну что то что не относится к вашей тематике например канал про ds вы внезапно пишете там о какой-то акции в магазине ильдорадо либо вы например продаете ну что-либо что к вам не относится то есть что-то от ваших партнеров от ваших коллег либо другой компании либо это просто действительно как это чистая реклама которую вы размещаете вот то есть здесь идет такое разграничение между рекламой и информированием если мы говорим например про приложение ds то все что внутри размещается она не попадает на данный момент под действие закона потому что там не соблюдается критерии адресованности неопределенному кругу лиц потому что все люди которые заходят приложение они все во первых регистрируются во вторых они дают свое согласие на то что им будет предоставляться информация поэтому такие вещи как там push уведомления прошу прощения такие вещи как новости там информация компании даже те баннеры которые на дэшборде размещаются они не попадают под действие вот этой статьи закона рекламе дальше идем а кто все эти процессы контролирует а есть два государственных органа которые во всем этом процессе завязаны это роскомнадзор и фаз роскомнадзор он отвечает за такую техническую часть то есть он проверяет наличие токена он смотрят на информацию в орд и соответственно всю информацию которая в реестр передана и он смотрит за цепочкой договоров которые были загружены по каждой рекламе об этом дальше чуть подробнее расскажу потому что тоже очень такой тонкий момент вот фаз непосредственно он занимается определением что является рекламой а что нет и тогда получается что в цепочке которая сейчас есть по маркировке а если есть какая-то реклама на которой нет ерида то любой человек может пожаловаться в роскомнадзор роскомнадзор проверяет если ерит или нет если нет то он отправляет это в фаз и фаз уже определяет собственно является эта реклама или нет если это является рекламой то фаз возвращает это в роскомнадзор и он выставляет огромный штраф за отсутствие соответственно токена ну а если фаз определяет что это не реклама то соответственно ничего дальше не происходит мы внимательно следим за комментариями от вас на данный момент они постепенно начинают уже появляться но все равно еще такой скажем так переходный процесс сейчас и следим за судебной практикой пока есть два дела которые рассматриваются фаз так называемые новосибирский случай и нижегородский в новосибирском там был розыгрыш в группе вконтакте и там фаз определяет сейчас является ли это рекламой по признаку того что этот пост он был закреплен сверху в сообществе на закрепление прям обязательно нужно обратить внимание потому что если вы посты закрепляете то они могут быть расценены как реклама особенно если они содержат какие-то моменты по продвижению какого-то товара услуги либо чего-то еще а второй случай это в нижнем новгороде там в общем паблик вконтакте городской покупал рекламу на бирже в телеграме и несколько из реклам там по моему было 7 реклам и часть из них была без токенов вот и соответственно здесь они уже попали к сожалению на штраф но ждем определение ждем уже более такого детального описания чтобы оттуда уже тоже дополнительные моменты для себя получить в рамках вот этого процесса поговорим чуть-чуть о штрафах штрафы очень большие штрафы начинаются от 30 тысяч рублей для физических лиц дальше по моему от 50 тысяч рублей для должностных лиц для сотрудников компаний и до 500 тысяч соответственно для юридических лиц при этом штрафы выставляются за каждый факт нарушения законодательства то есть если например 10 постов рекламных были размещены без токена то соответственно все они попадают под эти штрафы соответственно суммарный штраф будет очень очень большим дальше говоря о том где мы можем размещать рекламу и на что вас смотрят но однозначно это все наши социальные сети это наши группы в телеграме это наши сайты например страницы многие я знаю ведут там свои страницы лендинги прочее то есть размещение на всех этих ресурсах но может попадать под действие закона спорная пока ситуация по размещению постов в запрещенных в российской федерации социальных сетях таких как instagram и на мета бывший facebook вот но здесь пока есть комментарии что русском надзор смотрит на эти социальные сети как на те в которых требуется маркировка но при этом фаз говорит что эти соцсети запрещены в российской федерации поэтому вас туда не смотрят но мы в любом случае ждем практики в этой в этом направлении соответственно будем смотреть за тем что будет происходить дальше было много вопросов по поводу рассылок push уведомлений рассылок по базе здесь все достаточно просто конкретно все рассылки не попадают под действие статьи о маркировке рекламы то есть они отдельно идут здесь важно одно здесь важно чтобы те люди которым вы соответственно рассылаете свои сообщения они должны дать согласие если мы говорим про пользователей uds up они дают это согласие когда они на соответственно регистрируются в приложении и когда они подключаются к вашей компании они два раза дают согласие на получение push уведомлений если вы рассылаете допустим в нем в телеграме в whatsapp смс то там необходимо чтобы было письменное согласие потому что если согласия нет там отдельно не в рамках маркировки но в рамках другого направления могут наложить штрафы дальше есть такая категория рекламы как социальная реклама это те размещения которые делаются бесплатно с целью освещения социальных событий и волонтерства и прочего социальная реклама маркировки не подлежит принципе я со стороны ds отмечаю за размещение социальной рекламы я соответственно взаимодействую с институтом развития интернета которые это все курируют от них в том числе комментарии что социальная реклама не маркируется дальше а есть еще такое понятие которое периодически всплывает это самореклама то есть когда мы рекламируем что-то свое здесь немножко двойственной ситуации то есть с одной стороны в законе рекламы такого понятия в принципе нет есть рекламы и не реклама но при этом если мы рекламируем что-то свое например какой-то свой товар при этом там максимально активно на него акцентируем внимание пользователей либо как-то его выделяем сильно ярче чем все остальные товары наши например то мы рекомендуем такие размещения такие посты обязательно маркировать потому что пока практики нет и лучше перестраховаться там чуть-чуть потратить времени дополнительного и промаркировать чем окажется что там вас определит это как рекламы ну и соответственно после этого но не дай бог наложит штраф лучше немножко более аккуратно на первом этапе этого процесса к этому подойти а дальше уже когда будут более точные формулировки от фаса тогда уже будет более просто и однозначно понятно дальше чуть-чуть поговорим про информацию в uds соответственно в uds у нас есть новости у нас есть пушки у нас есть автоподборки у нас есть промо выделения на дэшборде там и прочее там разные тестовые подборки все это идет в рамках как я уже сказал это в общем не попадает под закон о рекламе потому что все наши пользователи они все зарегистрированы то есть никакие внезапные люди но со стороны которые могут например зайти в группу вконтакте если она не закрытая по приглашению либо в тингран канал таких людей здесь нет поэтому они не могут увидеть ни одно из этих размещений но есть исключения которые тоже нужно рассмотреть ну во первых мы обязательно маркируем те баннеры в приложении которые мы размещаем для компании которые у нас на платформе не представлены потому что с ними у нас нет соответственно привычного договора для компании которая нас на платформе соответственно для наших пользователей они как бы являются внешней стороной поэтому для таких мы обязательно рекламу маркируем мы это делаем сами на своей стране то есть наши внешние рекламодатели они освобождены от времени соответственно маркировки всей вот этой технической части мы все это делаем сами добавляем в ссылку erit добавляем его на баннер вот здесь ничего лишнего нашим клиентам делать не нужно и еще одно небольшое исключение которое есть это новости которые постят компании в ds здесь такой момент новости они также показываются на веб-версии вашей страничке в ds соответственно эту веб-версию могут попасть пользователи которые не зарегистрированы виды с которыми нет соответственно подписанных соглашений вот то есть это как раз неопределенные пользователи вот поэтому мы очень рекомендуем если вы либо ваши клиенты размещают какие-то действительно рекламные новости у себя рекламируют какой-то товар и которые не находятся допустим в их ассортименте либо рекламируют кого-то кто действительно заплатил за рекламу мы рекомендуем здесь перестраховаться и обязательно эти новости промаркировать дальше значит по поводу баннеров нам часто задают вопросы как я уже сказал на баннеры они являются ну они во-первых верхнеуровневые они показываются только тем пользователям которые на зарегистрированы а если еще больше в детали уходить то сейчас там фаз определяет баннеры как рекламные когда это какие-то дополнительные элементы не вписаны в интерфейс либо какие-то всплывающие окна и прочее прочее но здесь мы уже не попадаем под вот эти все критерии потому что определенным округу лиц показываем но например если вы у себя в telegram каналах будете постить разные материалы в том числе рекламные здесь прям очень внимательно обратите на это внимание если вы какой-то пост выделяете каким-то образом закрепляете его сверху пишите хвалебное что-то о каком-то товаре либо например на этот пост не относится к вашей основной тематике вы рассказываете про eds здесь рассказываете там каких-то других услугах например то здесь это нужно будет маркировать чтобы не попасть под действие закона дальше по социальным сетям было достаточно много вопросов по поводу соответственно материалов которые вы постите про eds здесь такой момент вы как партнеры являетесь дистрибуторами то есть с вами подписано партнерское соглашение соответственно фактически ну eds для вас это часть вашей обыденной бизнес деятельности поэтому никаких проблем в том что вы пишете про eds рассказывайте про новый функционал рассказывайте о каких-то фичах здесь нет исключение исключение если вы пишете какой-то рекламный материал ну например там рекламная информация по гидс что и ds это допустим самое крутое приложение для вашего бизнеса обязательно подключаетесь получите скидку или там получите помощь в поддержке и прочее прочее то есть если вы дополняете какими-то такими рекламными элементами то такие посты могут легко попасть под действие закона и поэтому их мы просим вас маркировать дальше если вы репостите какие-то посты которые размещаем например мы в наших каналах ну наверное вы заметили что мы часть наших постов которые ну с нашей точки зрения либо попадают под действие закона рекламы либо могут по каким-то критериям ну скажем если есть какой-то риск то мы обязательно эти посты маркируем поэтому вы пожалуйста когда посты фарвардите от наших официальных каналов смотрите пожалуйста на эти отметки ну и соответственно для вас если вы это репостите то соответственно тоже реклама не является потому что эта информация о гидс но единственный момент пока у нас тоже нет четких разъяснений от вас по репостам поэтому как только эта информация появится мы обязательно сообщим дополнительно дальше если вы что-то рекламируете здесь какие могут быть кейсы здесь может быть кейс когда вы рассказываете например о ваших услугах если вы являетесь внедриентом либо но если вы оказываете маркетинговые услуги то если вы просто рассказываете о своих услугах что ну например вы занимаетесь продвижением компании помогаете настроить эдс настроить систему маркетинга то здесь вы рассказываете о себе поэтому это будет с большой долей вероятности считаться Но если вы там активно что-то выделяете, например, из своих услуг, например, у вас там 10 услуг, и вы какую-то одну прям ярко очень восхваляете, то здесь рекомендуем вам перестраховаться, ну и, соответственно, такой пост промаркировать. Вот. Особенно если, еще раз повторюсь, если вы постите что-то, что не относится к вашей основной тематике, ну, например, с кем-то у вас партнерские отношения, ну, например, какая-то компания, там, какой-то магазин, и вы ее рекламу размещаете, обязательно необходимо маркировать. И читал тут буквально недавно комментарий от FAS по поводу ссылок на различные ресурсы. Они дали следующий комментарий по ссылкам на свои страницы. Если вы размещаете ссылку на свой веб-сайт, на свою личную страницу, на свою страницу в EDS, то есть не на какое-то чужое, а то, что принадлежит вам, то здесь, соответственно, маркировка не требуется. Но если на что-то чужое, то маркировка требуется. Исключение, которое может быть, например, если вы у себя в статьях обозреваете какие-то ресурсы, продукты и прочее, то есть делаете что-то однотипное, регулярно, ну, например, вы ведете блог про технику и пишете, например, сегодня написали там про какую-то новость Xiaomi, добавили туда ссылочку на их сайт, при этом там без цены, без промокодов, без прочего. Завтра написали про iPhone, послезавтра написали про Samsung, то даже если на вас пожалуется FAS, FAS будет на это смотреть. Если они увидят, что у вас это, ну, во-первых, стандартно идет и однотипно, и во-вторых, это, ну, ярко не выделяется каким-либо образом, то, скорее всего, они не будут это воспринимать как реклама. Ну, по крайней мере, в комментариях от них они сейчас, соответственно, таким образом это определяют. Вот, поэтому, резюмируя вот эти все моменты, в общем, если вы что-то размещаете, это действительно является рекламой, то есть кто-то вам за это заплатил, то здесь обязательно маркируйте. Если вы не уверены до конца, является ли это рекламой или нет, то обязательно оцените вот по критериям, насколько эта информация выделяется из всей информации, которая есть на вашем ресурсе. Есть ли какое-то визуальное выделение, есть ли какое-то стилистическое выделение, есть ли какой-то посыл к действию. И если по этим критериям вы понимаете, что это, ну, эти критерии есть, то обязательно маркируйте. Если у вас есть какое-то ощущение, что, ну, непонятно, стоит ли это маркировать или нет, то пока, ну, пока нет судебной практики в достаточном количестве, пока нет достаточного количества, соответственно, комментариев от вас рекомендуем лучше маркировать, потому что за наличие токена там никаких санкций не будет, даже если он был присвоен там не рекламе, а просто информирование. Вот, ну, а в тех случаях, которые мы описали, которые действительно не попадают, их, соответственно, можно не маркировать. Так, ну, в общем, это основной блок информации. Давайте посмотрим вопросы, которые вы написали. Вот, и здесь Гулия нам тоже поможет. Так, ага. Так, значит, первое. Является ли рассылка новостей по своей базе EDS рекламы? Нет, рассылка новостей по своей базе EDS не является рекламой, это уведомление о пуш, это идет отдельно. И все эти пользователи дали вам согласие на получение этой информации, дали нам согласие на получение информации пушек, поэтому, ну, соответственно, не является. Так, репост поста от официальной группы EDS и ВК – это уже реклама. Здесь нужно смотреть на содержание этого поста, то есть если это какой-то информационный пост, если он не помечен как реклама, например, на нашей странице, то это можно свободно репостить, потому что вы являетесь партнерами, EDS для вас, ну, часть вашего бизнеса, поэтому здесь никаких проблем нет. А если этот пост у нас помечен как реклама, то рекомендуется его также на своей стороне промаркировать. Так, скажите, пожалуйста, что за маркировка и как она выглядит? Ну, маркировка – это такой специальный код, который реклама-распространитель получает в ОРД. ОРД – это такие специальные организации, их всего семь. У них есть свои программы, в которых это делается. Визуально такая, примерно от восьми символов, там цифры и буквы, такой код, он наносится, соответственно, во-первых, на само рекламное размещение. Если это баннер, то где-то внизу рисуется. Если это пост в группе, то он пишется внизу также. И плюс он добавляется в рекламную ссылку какую-то, если эта ссылка прикреплена к рекламному материалу. Ну, например, у вас пост о рекламирующей, там, какой-то либо пылесос с ссылкой на интернет-магазин, то вот к этой ссылке его нужно добавить. На него смотрит Роскомнадзор, соответственно. Но вот этот E-read – это только часть маркировки, то есть там есть E-read, и обязательно еще для каждого поста нужно написать, что, во-первых, это реклама, просто простая формулевка – реклама. Дальше необходимо назвать, ну, написать название вашей компании, там, например, там, OO UDS RUSS, там, или EP ABDRAHIM OF RR. И хоть в законе это и не сказано, но мы обязательно рекомендуем писать ваши E-read, либо O-Grain, чтобы в случае каких-либо, там, разбирать со стороны FAS, чтобы было однозначно понятно, что это действительно ваша компания. После вот этого кусочка нужно писать E-read, двоеточие, и туда как раз вот этот маленький токен добавлять. Так, дальше. Является ли рекламой TableTent, который стоит у бизнес-настойки для цифровки клиентов? Ну, это точно не относится к интернет-рекламе. Здесь, наверное, Гулья сможет подсказать нам. Гулья, ты нас слышишь? Нет, видимо, что-то со связью. В общем, давайте мы этот вопрос уточним, отдельно напишем после, потому что… А, вот Гулья подключилась. Меня слышно? Добрый день. Да-да, тебя слышно. Так, является ли рекламой TableTent, который стоит у бизнес-настойки для цифровки клиентов? Я поняла, о чем речь. Но это, на самом деле, немножко не по теме нашего сегодняшнего общения, но, тем не менее, мы уже сталкивались с такими вопросами. Я считаю, как говорится, двое листоприменение. Если есть ссылка на переход на какую-то страничку, либо название, и оно индивидуальное, то это может быть призывом к переходу по данной ссылке и может расцениваться как реклама. Но это точно не про то, о чем мы сегодня вообще разговариваем. То есть РКМ, я не думаю, что это будет проверять в рамках этого изменения. Ром, ты молчишь? Меня слышно вообще? Да, тебя прекрасно слышно. Спасибо большое за комментарий. Идем дальше по вопросам. Я пока остаюсь. Ты можешь пока выключить камеру. Спасибо. Спасибо большое. Дальше. Реклама через Яндекс Директ Лендинга требуется ли маркировка? Если вы размещаете рекламу через Яндекс, либо через другие какие-либо способы, там требуется маркировка, да, потому что, как правило, эта реклама размещается там на чужих сайтах и прочем, поэтому здесь маркировка требуется. У Яндекса есть свой ОРД, через который это можно делать. И, насколько я знаю, сейчас они как раз там прорабатывают, если уже не внедрили в систему маркировки. То есть это они должны маркировать, да. Но здесь они как рекламораспространитель должны делать маркировку. Так. Дальше. Ничего не понятно, но очень интересно. По факту могут оштрафовать за что угодно, если захотят. Нет. Маркировать получается лучше все, как маркировать, что такое токен. Ну, смотрите. Оштрафовать за все, что угодно они не могут. Слава богу, у нас есть закон. Слава богу, есть там определенные формулировки, которые позволяют определить. Но по факту нам нужна сейчас судебная практика обязательно, чтобы прямо вот в дальнейшем ее использовать в случае каких-то вот этих спорных ситуаций. По поводу маркировать все. Нет. Нужно маркировать все, что действительно является рекламой, либо все, что очень сильно выделяется среди всех ваших других размещений. То есть вот это самые такие ключевые критерии. Как это маркировать? Для маркировки вам нужен ОРД, учетная запись в операторе рекламных данных. Соответственно, инструкции, которые мы отправляли чуть ранее, там есть прям ссылки на всех из них. Дальше давайте я подробно расскажу, как это делается тоже, потому что вижу, что вопросы возникают. То есть там по факту такой процесс достаточно простой. То есть нужно зарегистрироваться на ОРД, внести туда данные о вашей организации, о том, кого рекламируете, внести данные о договорах, внести креатив, дальше внести статистику, внести акты. На словах это выглядит сложно, но по факту это такая достаточно тривиальная цепочка. В инструкции я прям подробно расписал, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Если будут вопросы, вы можете нам на саппорт написать, мы вам поможем, подскажем. Что такое токен? Уже говорил, это тот самый буквенно-числовой идентификатор, который, соответственно, в ОРД нужно получить и который необходимо нанести на ваше рекламное размещение и на ссылку рекламную. Так, публикация лендинга во ВКонтакте, на форумы, в городах. Считается рекламой. Ну, смотрите, если этот форум подразумевает продажу билетов, мы рекомендуем это дело маркировать, потому что если есть какой-то призыв, либо есть какой-то товар, который там продается, лучше на данном этапе промаркировать. Давайте в дальнейшем, если практика FAS покажет, что это не требуется, то мы также дадим коммуникацию. Поэтому пока вот в таком формате. Далее, если мы пишем пост в Телеге ВКонтакте о том, что в магазине, например, появилась программа лояльности EDS, внизу будет ссылка на EDS, нужно ли это маркировать. Так, если в этом сообщении нет какого-то призыва, например, у нас появился EDS, обязательно подключайтесь, обязательно переходите по ссылке. Если это просто, например, информирование, ситуация один, когда компания, в которой внедрили EDS на своей страничке где-то, пишет, что у нас наконец-то появился EDS, теперь и в нашей компании можете копить баллы. Это просто информация про их деятельность, это просто новый кусочек бизнеса, который они у себя интегрировали. А если, второй вариант, если вы у себя, например, в партнерском каком-либо ресурсе напишете, то здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, вы как партнер, который продал лицензию, например, этой компании, рассказываете в рамках своей основной деятельности, но с другой стороны, если это идет уже через компанию к вам, то пока на всякий случай я бы, конечно, маркировал. То есть оставим такой вот комментарий по этому пункту. Дальше. Как Роскомнадзор может проследить огромное количество рекламы от физлиц, сотрудников и компаний? На это у них сейчас есть мощная система, она называется «Единый реестр интернет-ресурсов ЕРИР». Это огромные сервера, огромные дата-центры, которые обрабатывают вот эту информацию по всем рекламным цепочкам. Пока оно не заработало, как я понимаю, в таком полностью рабочем режиме, то есть там есть какие-то моменты, где-то что-то не работает, поэтому они пока не до конца все это отслеживают. Но в перспективе здесь мы считаем, что будет примерно такая же ситуация, как, например, с обязательной маркировкой лекарств на всех этапах цепочки продажи, либо как обязательная маркировка других категорий товаров, там молочка, вода, шины и прочее, прочее, прочее. То есть технические возможности у них есть. С точки зрения, как по процессу они будут отслеживать, там идет привязка к договору и, соответственно, к токену. То есть, допустим, я как бизнесмен, даже не так, другой пример покажу. Например, я вот в отделе рекламы UDS работаю, ко мне обратился внешний клиент, который хочет разместить рекламу. Он внешний, его обязательно маркировать, поэтому я захожу в ОРД, вношу информацию о его договоре со мной, так называемый доходный договор, дальше делаю маркировку, привязываю это, и, соответственно, вот эта вся информация, она уходит в ЕРИР, через ОРД. То есть, соответственно, Роскомнадзор будет по вот этой цепочке смотреть. И дальше он будет смотреть после того, как разместили, на статистику, которая есть, и на наличие акта, который нужно разместить, соответственно, через месяц, после того, как рекламное размещение было сделано. Но здесь есть нюанс. Очень сильно усложняющая жизнь тем, кто, например, работает через агентство, либо у кого длинная цепочка рекламораспространения. Ну, например, какой-то крупный бизнес работает с рекламным агентством на постоянной основе, дает ему там свои рекламные заказы. Это рекламное агентство работает еще с несколькими рекламными агентствами, которые размещают рекламу в разных городах, например. И вот какое-то из этих агентств, оно, например, обращается к рекламораспространителю, то есть к группе ВКонтакте, к EDS, кому угодно, кто эту рекламу будет размещать. И здесь вот во всей этой цепочке вся информация, она привязывается к изначальному договору. Изначально это между первым звеном рекламодателем и первым вот этим агентством. Соответственно, все в этой цепочке должны еще внести информацию о вот этом вот первом договоре. То есть они должны внести и иные, номер договора, сумму вносить договора они не обязаны, потому что это конфиденциальная информация. Но, соответственно, все существенные данные о договоре, они нужны. И если вот кто-то из этой цепочки этот договор не внесет, то, соответственно, цепочка рвется, и тогда может быть наложен штраф со стороны Роскомнадзора, потому что он не сможет отследить, он увидит какие-то куски и цепочки и сразу же обратит внимание на это. Такая достаточно сложная штука, но мы рекомендуем максимально короткие рекламные цепочки на данном этапе использовать. А если рекламная цепочка длинная, то обязательно прописывайте в вашем договоре с тем, кто вам делает заказ на рекламу, что они обязаны предоставить еще информацию по первоначальному договору. В таком случае даже если кто-то в цепочке, например, не внесет информацию, но вы-то ее внесете, и если к вам Роскомнадзор придет, вы ему покажете договор, покажете информацию, скажете, что извините, но это не с нашей стороны проблема. Так, идем дальше. Я в своих соцсетях пишу постсторис о партнерстве. Со мной. Как можно на этом зарабатывать? И что из себя представляет компания GIS? Направление EDS. Требуется ли маркировка? Здесь, смотрите, если вы просто рассказываете, что вы являетесь партнером, ну, допустим, на себе покажу, например, я являюсь партнером, я рассказываю, что я развиваю команду, у меня там классные результаты. Здесь вы фактически просто рассказываете о бизнесе своем. Если вы рассказываете о том, как на этом заработать, что из себя представляет GIS, что из себя представляет EDS, это тоже будет информированием. Но когда вы, например, говорите о том, что переходите по моей ссылке специальный реферальный, присоединяйтесь и прочее, то есть когда у вас появляется прям такое целевое воздействие, скажем так, на аудиторию, то здесь мы рекомендуем пока на этом этапе маркировать. Хоть это с большой долей вероятности относится к вашей основной деятельности, но все же пока рекомендуем это маркировать. Дальше. Является ли рекламой новость с PUSH о компании-партнере по коллаборации и по кросс-маркетингу? Нет, это не является. Это просто PUSH, она даже не относится к маркировке рекламы. Дальше. Реферальная ссылка компании, приведи друга, получи 100 баллов. Так, здесь, если это просто реферальная ссылка, например, вы там свою ссылку пишете где-то на странице, то это можно счесть как ссылку на вашу страничку, на вашу социальную сеть, на ваш профиль, на ваш профиль в EDS, соответственно, на подключение к компании. То есть, в принципе, если вы там как-то супер-мега-ярко это не подсвечиваете, не делаете в закрепе где-то, то это не нужно маркировать. Но если вы это прямо очень-очень сильно выделяете, то рекомендую промаркировать. Если я сходил на какое-то мероприятие, мне понравилось, я хочу порекомендовать своим знакомым это мероприятие, например, концерт или бизнес-форум. Пишу в соцсетях, в WhatsApp, в статусе, видите, не пожалеете, или в их акции покупаете, QR-компания, которую пользуюсь, в этом случае что делать? И второй, если помимо EDS занимаюсь и страхованием, и периодически эту тему освещаю в соцсетях или в WhatsApp и статусе. Если я размещаю обновление, что сейчас акция, например, на страхование квартир, но не указываю, в какой страховой компании, просто объявление об акции. Так, если это просто объявление об акции, если это объявление о вашей акции, например, то этой маркировке не подлежит. То есть это ваша акция, вы ее проводите, вы имеете полное право, соответственно, о ней рассказать, показать. Дальше, если вы сходили на какое-то мероприятие, вам это понравилось, хотите рекомендовать, вы это можете сделать. То есть вы можете написать там пост, статью, что вот там позавчера ходила на бизнес-форм, очень понравилось, потому что вот это, вот это, вот это, там были спорные моменты, потому что это, это. Вот. То есть если вы это в такой, скажем так, рассказывающей форме это даете, то здесь без проблем это идет как информация. Если там концерт какой-то и прочее, ну, то же самое. Вот. Если вы там просто напишите, что идите, не пожалеете, ну, если вы в такой стилистике все пишете, то даже если на вас пожалуются, скорее всего там вас не будет на это смотреть. Но если среди других постов ваших это выделяется, именно вот этой фразой, что обязательно сходите, или вот по этой ссылке купите билеты или вот эта ссылка там на сайт организаторов, по-моему, там, скажите, что вы от меня получите скидку или мне дали промокод, то это обязательно будет считаться рекламой. Вот. Ну и дальше здесь опять же идет такой момент, что если вы постоянно у себя рассказываете о чем-то, как, например, в случае страховой компании, у вас там есть группа, вы рассказываете в основном про EDS, но иногда рассказываете про страховую компанию. Если это не какая-то одна публикация такая внезапная, если вы в этой публикации пишете, что там, я вот занимаюсь еще ко всему прочему страхованием, то это тоже не идет как реклама. Это идет просто как информирование о вашей деятельности. По поводу статусов, ну, по поводу статусов пока никакой информации нет, ну, с большой долей вероятности статуса все-таки не будет являться рекламой, потому что даже технической возможностью у вас добавят статус, там, E-REIT, по ограничению символов нет. Далее. Правильно ли я понимаю, что если я маркироваю, то, следовательно, за это еще и заплатить нужно. По факту маркировка это отметка, что ты рекламу уже оплатил. Ну, не совсем так. Так, точнее, ну, по сути, да, платить нужно. Все практически ОРД изначально были бесплатными. Сейчас, так как это большой объем разработки, поддержки и прочего-прочего, ну, очевидно, что они на этом должны зарабатывать, поэтому они постепенно вводят платные свои услуги, то есть, ну, точнее, платные тарифы и закрывают возможность бесплатно маркировать. Это не совсем отметка того, что ты рекламу уже оплатил. Оплатил, скорее, это отметка того, что ты информацию о рекламной цепочке о всей и о рекламном этом размещении, что ты ее показал в Роскомнадзор и ты ее загрузил в ERIR. То есть, по факту, вы платите там не за саму маркировку, вы платите за вот этот весь комплекс услуг по, соответственно, добавлению информации в единый реестр информационный, вот этот единый реестр, в общем, ERIR. Подскажите статус WhatsApp, где я рассказываю о своих услугах и рассказываю о своих клиентах. Мои статусы смотрят мои контакты. Доскажите, это реклама? Ну, пока мы предполагаем, что это не является рекламой, потому что там нет возможности, как уже сказал чуть ранее, там подробно рассказать. И плюс, так как вы рассказываете о себе, то, соответственно, это идет как просто информация о вас. Дальше. Ссылки в соцсетях на партнерский пакет или триал версии EDS. Как это расценивается? Так, ну, здесь вы являетесь дистрибутором. По факту, это является обычным товаром для вас, который вы реализуете в рамках законодательства. Поэтому здесь какого-то... Кроме случая, если вы, опять-таки, очень-очень ярко это выделяете, то это может не считаться рекламой. Так, как маркируют рекламу в RCA, которая ведет на сайт UDS App, но с партнерской реферальной ссылкой? Так, RCA не сталкивался с этим сокращением. А можете, пожалуйста, там дальше в вопросе расшифровку дать? Что это? Потому что, к сожалению, что-то упустил этот моментик. Пока идем дальше. Есть ли на сайте сквозной баннер для подключения к бонусной программе UDS? Большой и явно выделяется. Или всплывающий. Маркируем ли? Это же реклама UDS в принципе. Смотрите, если баннер большой, где-то прямо же закрепленный, если он идет там через несколько страниц, если он вылезает посреди экрана, то это стопроцентная реклама, стопроцентная. Даже в разъяснениях от FAS было сказано, что это реклама. Поэтому если он ведет на UDS либо куда, либо еще, это необходимо маркировать обязательно. Далее. В Инстаграме же сейчас не нужно маркировать из-за того, что это запрещенная сеть. Да, FAS определил, что он не будет смотреть в Мету и в Инстаграм. Соответственно, поэтому пока какой-то необходимости маркировать нет. Эти соцсети запрещены. К ним нет прямого доступа без VPN из Российской Федерации. Поэтому даже несмотря на то, что Роскомнадзор говорит, что маркировать там надо, но когда Роскомнадзор такую рекламу направит в FAS, FAS ему вернет это все, потому что эти соцсети не являются разрешенными у нас. Можно ли теперь в шапке профиля в соцсетях прикреплять ссылку на сайт UDS? Да, вы являетесь партнером, можете прикреплять без проблем. Кросс с одной компанией. Маркируем новость. Она же на нашем веб-сайте отображается. И это не просто пуш, а с несколькими можем распрасывать как смисок партнеров и не нужно маркировать. Да, вот это, кстати, очень интересный и классный вопрос. У FAS было одно разъяснение по поводу вот этих списков. Если вы что-то однотипно размещаете, например, на страничке в посте, ну, какой-нибудь сравнительный анализ там. Например, там 10 банковских продуктов, там, ипотека от Сбербанка, ипотека от Газпромбанка и прочее, 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 прочее. Вот. В таком случае это не будет рекламой, потому что, ну, они все однотипно сделаны и вы в них не выделяете кого-то конкретного. Ну, например, если не пишете, что там, где Сбербанк, например, что это там самая-самая лучшая ипотека, берите ее, остальные там помечаете минусами, там, эмодзи какими-нибудь некрасивыми и прочее. Вот. Если это просто список, то это маркировать не нужно. Если в Пуш рекламирую партнера, маркировка нужна? Нет, если вы в Пушке отправляете, то в Пушке, в принципе, маркировка не нужна. Если хочу провести розыгрыш на странице ВК, главным условием перейти по ссылке и зарегистрируйтесь в EDS профиля компании. Нужно будет пост маркировать. здесь нужно будет маркировать, да, потому что здесь идет посыл такой на действие, то есть вы говорите о том, что нужно обязательно зарегистрироваться в EDS. По поводу розыгрышей вообще информация следующая. Если, например, вы проводите у себя какой-то розыгрыш или акцию, делаете об этом пост, но при этом первое, этот пост не закрепляете, второе, этот пост не не пишете там о каком-то товаре, который выиграть, который, например, может выиграть человек, участвовавший в розыгрыше, или не пишете о каком-то партнере, который этот розыгрыш спонсирует, то такую, такие розыгрыши, такие посты маркировать не нужно. Если вы размещаете другой вид, например, такой же пост, но там большая картинка айфона, там выиграй айфон от нашего партнера у CityLink, там сделай где-то покупка и прочее, прочее, то это обязательно маркируется. Так, рекламная сеть Яндекса. А, рекламная сеть Яндекса. Яндекс, да, он сам должен маркировать, потому что там они сейчас автоматизируют эту всю часть, соответственно, ну, вы как рекламодатель даете рекламу через площадку Яндекса, и Яндекс, он как рекламный распространитель, соответственно, эту информацию маркирует со своей стороны. Там у него есть договор, например, с EDS, если мы размещаем, у него есть договор с вами, если, ну, либо договор, либо оферта, если вы, например, размещаете. вот, приглашаем на открытую бизнес-встречу в офисе бизнес-ужин, форум, если отправлять по групповым чатам. Так, если вы это отправляете по групповым чатам, у вас, получается, бизнес-форум, если он платный какой-то, то вам нужно его маркировать, если там нужно купить билет, заплатить организационный взнос и прочее. Если просто говорите, что вот, там, не знаю, в своем сообществе говорите о том, что мы проводим бизнес-встречу, либо, ну, с кем-то, с кем вы прям имеете партнерские и желательно договорные какие-либо отношения, вот, но в целом, как бы пока, там, на первые несколько месяцев, пока не устаканится закон, ну, лучше я бы маркировал этот момент. Дальше. Когда я запускаю рекламу на свой сайт, то да, Яндекс сам маркирует мою рекламу, но в случае с рекламой через партнерскую реферальную ссылку на Эдисап, я рекламирую чужой по факту сайт, и мне нужно отправлять в ЕРЕР договор с ЕДС РУС. Такой достаточно, на самом деле, спорный вопрос. Гульян, наверное, ты сможешь подсказать нам здесь, как с этим моментом быть, потому что по факту, смотрите, вы являетесь партнером компании, у вас есть договор с ЕДС РУ, с Global Intellect Service, о том, что вы являетесь дистрибутором, вы фактически продаете продукт. И, насколько я помню, там в соглашении сказано, что вы можете, скажем так, от лица нас, от лица ЕДС товар продвигать, поэтому такой момент, ну, я бы от юристов тоже услышал комментарий. Ага, включилась. Так, ответ на последний вопрос, да, сейчас требуется. Евгения, а вы можете еще более подробно написать, то есть у вас свой сайт, и вы что рекламируете? Перейти вот по этой реферальной ссылке и будет вам счастье в ЕДСе? В зависимости от призыва же, какой призыв вы сюда вкладываете. Если, ну, как мы обращаемся, что подразумевается вообще под рекламой, и эта информация, которая распространяется на неопределенных круг лиц и, соответственно, направлена на продвижение какого-то объекта рекламы, тогда я считаю, что данную информацию желательно промаркировать. Как уже говорил Роман, мы ждем разъяснения, потому что разъяснения Роскомнадзора и ФАСа, они отличаются, и пока нет единого мнения. И мы отталкиваемся от того, что все-таки контролирующий орган Роскомнадзор, Роскомнадзор говорит о том, что в данной ситуации если идет переход с сайта по реферальной ссылке на какой-то продукт либо на другой сайт, тогда это реклама. на своем сайте ссылка на сайт УДС. Ну да, и что он получит? То есть там же должен быть вот ссылку в Дарине пишет. Она, наверное, имеет в виду на своем сайте ссылка на сайт УДС. Не, ну если на своем сайте ссылка на сайт УДС, и если там нет какого-то продвижения, например, то есть, ну сайт может быть, например, сайт компании, там может быть написано, еще у нас есть УДС, вот нажимаете по кнопке переходите. Да, если нет призыва к покупке, к приобретению, то есть, что не вкладываем под понятие рекламы, тогда я считаю, что ничего страшного нет. Ну, давайте мы по поводу вот этой вот цепочки еще дополнительно посмотрим, наверное, чуть позже вернемся просто с комментариями после звонка, после вот этого нашего кола. Так, смотрим тогда дальше. Гулья, спасибо большое тебе. Смотрим дальше. Здесь у нас вопросы закончились. Давайте в чате посмотрим. Прямо сверху быстренько посмотрю. Так, там еще появились. Так, посмотрим. Ага, вот еще один вопрос есть. Если мы делаем рассылку по базе клиентов магазина и говорим, что мы партнеры форума UDS без активного призыва, но с фразой «Если вы хотите стать участником форума, напишите нам». Смотрите, здесь вопрос в том, где вы эту рассылку делаете. Если вы эту рассылку делаете в UDS, через пуш уведомления, там, пишите новость и отправляете от лица компании, то это просто рассылка, ничего здесь страшного нет. Если вы берете клиентскую базу магазина, например, а можете сразу комментарий сдать, это ваш магазин или это магазин, например, вашего клиента, которому вы внедряли или которому продали лицензию, исходя из этого будет просто понятнее. потому что если это ваш магазин, например, и вы пишете, что вот у нас есть UDS, вот у нас еще партнер, ну мы с ним партнерством с UDS, вот у них классный форум будет, поэтому, так, что там, а, магазин клиента с лицензией, ага, спасибо. Если магазин клиента с лицензией, ну если это от лица клиента делается, то в принципе тоже ничего страшного, потому что, как я уже сказал ранее, там несколько раз, что пушки, они не попадают под, соответственно, этот закон, и плюс эти пользователи, они дали, не под закон, прошу прощения, под статью, которая относится к маркировке, и ко всему прочему эти пользователи дали согласие на получение рассылок от этого магазина, поэтому без проблем можете отправить. Так, смотрим. Так, еще был вопрос, что касается рекламы, например, в закрытой группе ВКонтакте, она же закрытая, и там определенное количество людей. Если группа закрытая, здесь, я, к сожалению, не могу точно сказать, как со стороны ВКонтакте определяется вот эта вся история с дачей согласия на распространение информации. если, ну, то есть, если в момент, когда пользователь регистрируется в группе, у него там есть какое-то предупреждение, что вы там соглашаетесь на получение информации от этой группы, то тогда это может рекламой не быть, потому что, точнее, это не будет рекламой, потому что оно, вы на закрытую аудиторию, то есть там пропадает сразу критерий неопределенной аудитория, но здесь нужно вам посмотреть ВКонтакте, как это настроено, потому что тот моментик, он должен быть, то есть такой юридический, если они вступая дают согласие, то, да, если они вступая не дают согласие, то здесь, наверное, даже стоит написать в поддержку ВКонтакте, потому что они с своей стороны тоже должны внимательно за этим следить. Так, идем дальше, посмотрим сертификат по кроссуществительному, считается ли реклама, сейчас прямо в чатике посмотрим вопросы, сертификат по кроссу не является рекламой, так, если круг лиц определенного EDS, значит, можно делать рассылки спокойно, ну да, тем более, если это пуш-рассылки, они вообще не попадают под маркировку, если в пуш я рекламирую партнера, нужна маркировка, нет, если вы в своей пушке, которую отправляете в рамках вашей компании в EDS, то эта маркировка не требуется, она не попадает, так, был вопрос по маркировку с RCA, здесь мы вернемся чуть позже, так, приглашение на бизнес-форум, это уже смотрели, реферальная ссылка компании «Приведи друга, получи бонус» тоже смотрели, так, публикация лендинга на форуме, это к предыдущим вопросам тоже относится в своих соцсетях, как правильно делать маркировку, я рассказал, плюс обязательно ознакомьтесь с инструкцией, если не успели, там прям пошагово на примере ОРД Озон расписано, где, как, что нажимать, какие поля заполнять, и особенно я там добавил информацию, как, например, корректно маркировать и как вносить информацию о вашем партнерском договоре с EDS, если вы размещаете какую-то рекламу именно про EDS, либо там постите те рекламные размещения, которые в наших каналах были. Так, таблично, так, табличку мы пока не подготовили, со временем подготовим, обязательно поделимся. Как делать маркировку пошагово, это вот как раз в инструкции, она у вас есть в бэк-офисе в том числе. А, вот, и коллега отправил в чат в том числе, можете прямо из чата сейчас забрать. Так, слайды презентации по рекламе будут. Вот у нас там не слайды, там все в инструкции о соцсетях и EDS как пользователя или рассказывая о своих клиентах. Это считается рекламой с обязательной маркировкой. Если вы просто рассказываете о своих клиентах, например, я внедренец, я вот внедрил в компанию, там, цветочный магазин, там, розы и шипы, вот, они показали вот такой результат. А еще я внедрил в пекарню, там, свежий хлеб, и у них очень сильно увеличился поток повторных клиентов. Это не будет считаться рекламой, здесь вы рассказываете о вашей деятельности основной. Но если вы пишете, что там, обязательно идите в эту пекарню, купите самый вкусный хлеб, скажите, что вы от меня, то это будет считаться рекламой. Какая организация ОРД самая удобная для маркировки? Здесь вопрос достаточно сложный, потому что по факту, по процессу они все одинаковые внутри. Просто у них а, разный интерфейс, б, у них разная ценовая политика. То есть есть какие-то ОРД, которые прям интуитивно простые, есть какие-то ОРД, которые больше на интеграции рассчитаны, ну, например, как ОРД от Яндекса, есть ОРД, которые там по каким-то подпискам платят, есть которые за каждое конкретное размещение. Вот. Ну, мы у себя используем ОРД Озон, не сочтите это за рекламу, мы его тогда взяли в самом-самом начале вот этого процесса вообще, когда маркировка появилась, они были первыми, у кого появился визуальный интерфейс, сначала там вообще все на интеграции были, то есть такое, невозможно, в общем, было взять другие быстро и начать с ними работать, мы взяли Озон, и в принципе вот уже год работы, никаких проблем с ним нет, вполне себе простой инструмент. Но единственный Озон, у него там минимальная фиксированная стоимость 5000 рублей в месяц, знаю, есть некоторые ОРД, которые берут там только за размещение, поэтому здесь, исходя из вашего объема, вот, исходя из вашего объема, там, рекомендуем посмотреть просто по сайтам, все ссылки на них есть в инструкции, которые мы прислали, вот, поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, выбирайте наиболее подходящий. Так, будет ли ответы на вопросы, которые задавались? Да, сейчас мы с этими вопросами закончим, как раз написали. Так, для самозанятых все так же. Для самозанятых, если вы, как самозанятые, размещаете рекламу, то да, тоже нужно маркировать. Если я выкладываю интервью с моими клиентами и ДС, без призыва тоже подключиться. Если просто интервью выкладываете, то нет, это ваша основная деятельность. Вы работаете с этими клиентами, вы собираете от них обратную связь, они рассказывают о себе, о результатах работы с вами. Да, вот, пишет у директора вшитый токен. Если я в пуш размещаю рекламу другой компании, нужна маркировка? Нет, маркировка не требуется в пушке. Так, понятно, что ничего не понятно. Но это очень сложная тема пока что. Со временем мы все все это дело более структурируем, поэтому пока, да, пока это может быть немножко ощущаться таким, скажем так, кусочным, как лоскутное одеяло, но мы в процессе выстраивания стройной такой структуры понимания этого всего. Далее вопрос статус WhatsApp о своих услугах, своих клиентов это уже ответили. В шапке в соцсетях тоже ответили. То есть в посте вообще нельзя указывать любовь. Можете, пожалуйста, чуть добавить комментарий к этому? Имейте в виду вообще нельзя ли указывать, что вы, например, дистрибутор или вы продаете? Да нет, можно, просто с формулировками нужно аккуратно просто быть. А есть ли пост, есть ли пост кейс компании? Если пост кейс компании, то это по факту просто описание результатов. То есть здесь требуется, ну, кроме случаев, когда вы там показываете пост, что вот компания вот так, и дальше пишете вау, давайте мы вам сделаем так же или сделаем лучше, переходите по ссылке, подключайтесь и прочее. Если призыва нет никакого в этом действии, то это просто информирование. Если на доме не сделан веб forwarding, redirect на ref ссылку партнера. Так, с этим вопросом чуть позже вернемся, потому что сейчас сходу не могу ответить. Если в push рекламирую вк или telegram. Нет, пушка не требует. Ну, то есть пушка, она, в принципе, вы там можете любую информацию добавлять, ну, если она соответственно законно соответственно. Каждая новость UDS есть на лендинге UDS. Как быть с новостью по хроссмаркетингу с другой компанией? Здесь также, как и говорил, здесь вопрос формулировок. Можно в новости написать, что дорогие клиенты, мы запустили кросс-сертификат с такой-то компанией, ну, и просто описать, что вот есть такой сертификат, там, тысяча баллов в этой компании. Это информирование о том, что вы партнерствуете с компанией. Если вы пишете, что вау, супер, давайте скорее получайте по ссылке, то это будет считаться рекламой с большой вероятностью. Так, дальше. Подскажите, реклама через голосовую рассылку маркируется и как. Так, реклама через голосовую рассылку. Не совсем понял, как это работает, вы имеете в виду автодозвон какой-либо. Если это со звонками вообще связано, то это не относится к теме данного вебинара. Так, физлицу нужно стать ИП, чтобы осуществлять маркировку. Самый простой способ это стать самозанятым. Не помню, кстати, можно ли просто как физлицу зарегистрироваться в ОРД. Нужно будет посмотреть мануалы к ним. Вот, вы можете, пожалуйста, посмотреть на странице любого из ОРД, они прям дадут комментарий. так. Так, вот здесь еще комментарии от Дарины. Я же веду клиента на другой канал. А, это вы имеете ввиду пушку на другой канал? Нет, здесь ничего такого страшного, даже если вы в пушке рекламироваете какой-то сайт, канал, другое направление. Это не требует маркировки. Так, что еще у нас осталось? Остались те вопросы, на которые мы чуть позже вернемся с ответом. Так, если здесь вопросов нет, то давайте еще быстренько посмотрим те вопросы, которые вы нам задали через Google форума. Мы на них тоже подготовили ответы. Там были очень такие прям интересные кейсовые вопросы. Пойдем по порядку. Первое, если я упоминаю EDF в своих соцсетях через Stories, Reels, посты, как мне необходимо маркировать. Ну, если вы просто UDS опять-таки упоминаете, рассказываете, что вы являетесь партнером UDS, что вы являетесь внедриенцем или прочее, то это не надо маркировать. если вы закладываете посыл, что подключитесь к UDS, перейдите по ссылке, то есть если есть вот это цель и полагание, то здесь лучше промаркировать это. Дальше. Яндекс при размещении рекламы запрашивает только ИН и остальное оформление берет на себя. Может ли UDS также зарегаться как Яндекс и освободить рекламодателей от лишних забот? Мы ровно так и делаем с внешней рекламодателем, которые у нас размещаются, те, которые обязательно попадают под действие закона, потому что, повторюсь, для них пользователи внутри нашего приложения не давали согласия, то здесь мы все на себя берем, мы полностью регистрируем все договоры, делаем маркировку, отчитываемся по статистике, то есть мы все это дело делаем. Дальше. Кейс 1. Надо ли маркировать сами сертификаты в UDS, на которые клиент не давал согласия получать от другой компании, купив в нашей. Вернее, так, нужен там токен и пометка рекламы, только пометка рекламы или ничего не нужно. Здесь не нужно сертификат, это стандартный функционал, это не относится к рекламе. Дальше. Обмен пушами. Мы пишем пуш про нашего партнера, что у него акция, конкурс и т.д. Не в сути отправляем пуш по нашей базе. Круг лиц определенно по факту реклама. В каком случае пометка нужна, но без токена. В данном случае ничего не нужно, потому что вы рассылаете по закрытой базе своей, они уже дали согласие на получение информации, поэтому здесь маркировка не требуется. Дальше. Ситуация. Есть свой сайт по продвижению EDS, на него ведет реклама с ВКонтакте или Яндекс. Нужно ли его регистрировать или присваивать токен. Здесь обратная сторона, когда ваш сайт рекламируется на другой площадке, поэтому здесь маркировка обязательно. Далее. Есть чат-бот в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках. Тематика прогрев потенциального клиента на демонстрацию функционала EDS. Нужно ли регистрировать канал или присваивать токен. Здесь смотрите, сам по себе канал не является рекламой, то есть в принципе там каналы, группы и прочее, они регистрации и маркировки не подлежат. Но если вы в этом канале размещаете рекламу, то есть какие-то призывы к действию, либо действительно реклама от ваших партнеров, то именно вот эту рекламу, размещенную на канале, каждую из них, ее нужно маркировать. Дальше. Условия работы с внешними компаниями на размещение рекламы. Ну, здесь все то же самое, как и с внутренним, просто отдельный договор, маркировка, двойная стоимость от базовой и прочее. Здесь вы можете на промо собака EDX с такими вопросами к нам всегда обращаться, всегда подскажем. Дальше. Работа наших клиентов. Размещение информации в соцсетях. Скачай приложение, получи рекомендации нашей компании, нашим клиентам в частном порядке, размещение поста в своих соцсетях. Размещает инфу о нашей компании, дает ссылку. Есть ли различия формулировки. Кросс-маркетинг, размещение рекламы на платформе. Здесь смотрите, если клиент в своей соцсети размещает, что у него есть UDS, просто пишет, у меня есть UDS, это наша бонусная система, мы даем 100 баллов, например. Призыва к действию нет, хоть и указаны баллы. Компания рассказывает о том, что у нее есть программа лояльности, что это часть ее бизнеса, что это ее инструментарий, поэтому это не маркируется. Если компания пишет, что подключись к нам в UDS, получи 100 баллов, ссылка на регистрацию здесь, здесь мы рекомендуем маркировать, по крайней мере, до того, как мы получим разъяснение от вас. Дальше. Если в частном порядке что-то рассказывают, рассказывают инфу о компании, дают ссылку, здесь есть ли различия в формулировке. Да, здесь есть различия в формулировке. Если про вас так информационно рассказывают, просто говорят, что мы работаем с такой-то компанией, вот эта компания занимается ABCD, WGDE, без ярких каких-то выделений, без закрепления поста, без указания, что это наш там любимый золотой партнер, делает там самые лучшие услуги или продает самые лучшие товары. Ну, я уж очень сейчас, конечно, экстаполирую, но в целом посыл понятен. То есть, если в таком формате, то это нужно маркировать. Да, кросс-маркетинг внутри приложения не нужно. Так, размещение рекламы нашими клиентами на платформе. Смотрите, если то, что я сказал в начале, если это просто промо-выделение, то есть, для компании, которая у нас на платформе, мы размещаем баннер, то это не требует маркировки, потому что у нас ограниченное количество пользователей в EDS, они все дали согласие, это не какие-то баннеры, которые вылезают там посреди экрана, либо на каждой страничке, это просто часть стандартного интерфейса. Ну, это вот в дополнение, чтобы еще более усилить этот момент. Но по факту здесь по первому параметру не проходит, что это ограниченная группа лиц, поэтому маркировать не нужно. Если уже у вас есть какой-то внешний клиент, который хочет разместить рекламу внутри EDS, то здесь это обязательно маркируется, в своей стране, и мы помогаем вашим клиентам с этим. Дальше. Идем. Реклама своего сайта это реклама ли, пост ВК о выгоде EDS это реклама, статус WhatsApp и продвижение EDS, реклама ли. Но реклама своего сайта это не реклама, если вы просто пишете, что у вас есть такой сайт, пост о выгоде EDS это реклама. Если у вас весь ваш канал или группа ВКонтакте посвящена EDS, и вы это рассказываете с точки зрения, что вот EDS выгодный для бизнеса инструмент, потому что какие-то объективные причины, которых много, и если вы постоянно это делаете, то это не реклама, но если вы добавляете туда, что там переходите по моей ссылке реферальной, подключайте EDS, давайте все будем в EDS, это будет воспринято как реклама. Статус WhatsApp и продвижение EDS это реклама ли? Ну, статусы, как говорил, пока туда скорее всего не входят, даже если вы пишете, что вы, например, продвигаете EDS, это информация о вашей основной деятельности. Является ли рекламный репост запись официальных аккаунтов GIS и EDS в соцсетях на ваши личные страницы в соцсетях. Вы являетесь партнерами, поэтому если вы репостите те материалы, которые мы в наших сетях размещаем, это не будет являться рекламой. Единственное, внимательно, пожалуйста, смотрите, если мы это пометили как рекламу, то лучше это также промаркировать, либо связаться с нами, чтобы мы в каждом конкретном случае таком вам подсказали. Далее. Добрый день. Вот, кстати, интересный кейс. Спасибо Ольге Петровой, которая написала. Если я рассказываю в соцсетях про человека, его работу, например, он бухгалтер. Я пишу, что Кирилл бухгалтер, и он очень мне помог. И вот с вами делюсь опытом. Считается ли это рекламой и вариант, что если вы даете ссылку, либо не даете ссылку. Здесь два варианта может быть. Первый вариант. Вы просто рассказываете, что вот я, допустим, месяц назад обратилась к Кириллу, к Кириллу бухгалтеру. Мне понравилось с ним работать. Мне он помог. Он занимается этим, этим, этим. Вы просто рассказали о своем бизнесе, о своих бизнес-отношениях с другим контрагентом. Если вы ниже пишите, например, что вот ссылка на его сайт, обращайтесь к нему, пожалуйста, он вам поможет, скажите, что вы от меня, это будет призывом к действию, и такую статью воспримут как реклама. Но вот вариант, например, кстати, хороший, если вы периодически пишете и просто прикладываете ссылку без какого-то посыла на то, чтобы перейдите по ссылке, подключитесь и прочее. В этом случае, скорее всего, не будет воспринято как реклама, но мы пока еще ждем тоже комментариев от вас именно по маркировке во ВКонтакте, потому что там есть свои особенности, видимо, со стороны ВКонтакте. И вот, собственно, как раз про ВК был следующий вопрос, что один из наших партнеров столкнулся с проблемой, что писал анонс о бизнес-обеде в городе Фрязино. Там были ссылки и ВКонтакте не дал возможности публиковать. Непонятно, как регистрироваться, что нужно регистрировать и прочее. Здесь, смотрите, если вы проводите форум, то, соответственно, этот форум ваш, то рекламодателем являетесь вы. Поэтому, когда ВКонтакте просят информацию, то здесь про, ну, соответственно, данные по контрагенту нужно указать ваши. И тогда Яндекс как бы сформирует вот этот, ой, не Яндекс, прошу прощения, ВКонтакте сформирует вот эту связку, промаркирует вашу рекламу и отправит. Ну, то, что это юрлицо EDSRUS, нет, здесь не нужно так писать, потому что ВКонтакте не пропустят такое, потому что посчитают, что это какое-то отдельное юрлицо, которое к вам не относится. Дальше. При размещении лендинга мероприятий в соцсетях считается ли рекламой? Если это просто какой-то информационный лендинг, то сам по себе лендинг рекламой не считается. Если на этом лендинге есть там продажа билетов или что-то еще, коллеги говорят, что уже заканчивается время, сейчас буквально пару вопросов осталось и на этом заканчиваем. Сам лендинг рекламой не является, если вы туда генерируете трафик, то есть прям направляете, то лучше промаркировать. Если вы просто где-то написали, что у нас есть подробная страничка о чем-либо, то это не будет рекламой. Что относится к рекламе в интернете, это проговорили. маркировку проговорили. Размещение ссылки на сайт EDS со своей рефералкой в статусах ВК и прочее, прочее. Если это ваш сайт, то не нужно, если это просто EDS, то тоже не нужно. Дальше вопрос, если размещаю в EDS свои услуги, товары и прочее, если вы свое размещаете, то это не является рекламой, это не нужно маркировать. Если других экспертов и товаросторонних производителей, то необходимо детально как подключить ОРД, сколько это стоит, есть в инструкции. По поводу подписания документов с производителями, здесь желательно просто в договоре прописать, что вы можете продвигать этот товар на каких-либо площадках или прочее. Ну и, соответственно, когда вы будете в ОРД заносить маркировку, вам достаточно будет внести информацию по этому договору просто. Так, дальше. По поводу ссылок в профиле понятно. Можно ли писать в шапке профиля пиши в директ? Да, без проблем можно. Собственно, это все вопросы, которые вы нам задали за это время. Если у вас будут какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите на саппорт к нам, потому что ситуаций может быть очень-очень много, могут быть разные сложные комбинации и прочее, мы всегда держим руку на пульсе и будем рады вам помочь. Спасибо вам большое, что присоединились. Скоро опубликуем запись вебинара тоже в открытый доступ. Все, тогда спасибо вам большое, будем на связи.